Добрый день! Хорошо ли меня слышно? Если будет не очень хорошо, махните мне, дайте знать. Я могу увлечься и в своих картинках, долго блуждать. Я Александр Гусев, доцент Института геологии и нефтегазовых технологий, кончал физический факультет давненько-давно, являюсь приглашенным профессором в Китае и в Японии, являюсь академиком Академии наук космонавтики имени Циолковцева, Константин Эдуардович. Вы можете посмотреть, следуя моей стрелочкой. В этом году ему исполнилось 165 лет. Все, что он завещал, чему он учил, почти все реализовано, кроме полета человека на другие планеты. Планета Луна, хотя мы не говорим планета, это спутник Земли, Луна уже нами посещалась, я имею в виду, представители землян на Земле. Коротко введу вас курс дела. Вы видите вращающийся топографический глопус Луны, там, где синенькие лавовые моря, это то, что вы видите каждый вечер, когда есть Луна. Вот сейчас наступает момент, когда это называется обратная сторона Луны, которую никто никогда не видел. Ну, кроме того, как 60 с лишним лет назад там побывали и сфотографировали первые кадры обратной стороны Луны, российский спутниковый зонд 8 и зонд 9. Что здесь еще интересно? Подписано соглашение, следующее, да, это ровер китайский из миссии, так называемой Чанг-Фо, это миссия китайская чисто, и ровер проводит исследования, радарные исследования, и проводит забор грунта и отправку его на Землю, как это и предписано было примерно 50 лет назад с американскими экспедициями Аполлона. Здесь типичная картиночка о союзе между Китаем и Россией, подписан меморандум, и сейчас конкретизируется конкретный план работы совместный по полету на Луну российских и китайских космонавтов, по созданию базы постоянной, и самое главное, о котором я буду говорить, это поиск полезных ископаемых, воды, как ни странно, самая главная ценность на Луне, и других редкоземельных элементов, о которых я буду говорить более подробно. Ну, последнее, немножечко картинки много в интернете, лунные базы, где самая главная опасность, это радиационное излучение, космические лучи и излучение Солнца, поэтому надо прятаться. Что здесь? Коротко, все миссии, которые были на Луне, их уже много. Последнее, номер 22, это миссия китайского ровера по забору грунта из новой точки, которая вот здесь показана. Коротко дается разрез верхней коры или коры, просто коры Луны. Она достаточно похожая на то, что есть и на Земле. Немножко поднимаю. Самое главное, буду говорить тезисно, а вы увидите. Если будут вопросы, запишите их и задайте их мне. Самое главное то, что все планеты оказываются примерно одинаково устроены. У них обязательно есть кора, твердая, либо ледяная, замерзшая. У них есть обязательно мантия, это в частности Земля. У них есть верхняя мантия, нижняя мантия, есть ядро. И в частности у Луны есть и даже двуслойное ядро, как на Земле. Все остальные спутники других планет, и о них я рассказывать не буду, но то, что они очень интересны, это несомненно. Самое интересное, что такие маленькие тела, как Энцелад, которые всего 500 километров в диаметре, проявляют удивительную фантастическую активность, выбрасывая молекулы воды, выбрасывая простейшие элементы, которые находятся в окне. Почему? Потому что в Солнечной системе 4,5 миллиарда лет. За это время все накопления тепла должны были кончиться, а они не кончились. И сейчас главнейший вопрос такой, как объяснить очень сильную фантастическую активность маленьких спутников планеты. Об этом я тоже буду разговаривать. Коротко то, что я скажу, наверное, всем известно, я только напомню, что лунная миссия для Советского Союза, а теперь Россия, не первая, она продолжалась очень длительное время, с 59 по 76 год. В начале полета зонды фотографировали на обратной стороне Луны, затем посадка, два ровера, Луна-10 и Луна-16, и привоз грунта. Грунт привезли не очень много по сравнению с американцами, но он существенно хранится у нас и исследуется. О взаимоотношениях с Америкой. Они были всегда теплые, пока исследовали Луну и не касалось других проблем. Они всегда были взаимно доверчивые, всегда была конкуренция, соревновательность, но всегда и было уважение. Это показывает вот этот слайд, который был представлен замечательным ученым Джеймсом Хэдом, третьим, на совместном форуме, где участвовали и мы, в частности я, Экспо-2017. Прогноз, который сделал Джейм Хэд о том, что китайцы будут первыми, которые высадят на Луну, реализовался. Действительно, это было так, что посадка, мягкий забор грунта были сделаны первыми китайцами-анинами. Доказательство, что внутреннее строение Луны и внутреннее строение Земли одинаково. Размеры разные. Луна в три раза меньше по размеру. Но все важнейшие геологические маркеры, кратер, кора, нижняя, верхняя, очень горячее ядро, жидкое и нежидкое, как у Луны, так и у Земли совпадают. Это помогает прогнозировать и целенаправленно искать все доказательства, которые подтверждают или уточняют это строение Луны. Пока все данные, которые мы имеем по Луне, совпадают, и действительно она обладает... Здесь, к сожалению, муви не проходит, и я поэтому, уж извините, проскочу. А, вот муви другое есть. Чем интересно мы и чем в Казанском университете занимаются и геологи, и астрономы Луны? Это известнейшая проблема так называемых лунных либраций, покачивания. Мы видим, хотя мы знаем, что Луна повернута к нам все время одно и то, что это не совсем так. 59% мы видим, и то, что невидимо как бы, за счет покачивания. Либрация — это как в вальсе, покачивание по долготе и по широте. Если посмотреть внимательно характеристики, то они следующие. Вы знаете, что Луна вращается медленно за счет того, что очень много взаимодействовало с Землей и отдало свою энергию вращения и тепла на космическое пространство. Месяц на Луне длится 28 дней. И это, так сказать, цикл, к которому мы привыкли, и понятно, почему они... Притом она покачивается не только с запада на восток, но и с севера и на юг. И более того, совершает движение по лесу Луны, тоже как на Земле. Масштаб другой, продолжительность другой, но то же самое. Надо сказать, что Луна исследуется не только с помощью миссий космонавтов, но и с помощью средств, которые остались на Луне после путешествия американского Аполлон-программы и нашей Луны. Луна — рефлектор, 52 года работает и дает нам информацию очень точно, как двигается Луна. По характерным или первым точкам на Луне мы можем сказать характер движения, а по характеру движения — сказать внутреннее строение. Обратная задача науки, физики, математики, геологов — это то, что, так сказать, является. Лазерные отражатели увидели, они запалены, но до сих пор работают. Наши исследования, которые продолжались примерно 15 лет, здесь вы увидите ссылочку и расчеты тех основных характеристик прицессии и нутарии, то есть покачиваний совершенно, полностью оправдались. 20 лет в Казанском университете мы доказывали с помощью тех данных наблюдений за ее движением, что у Луны есть обязательно двуслойное ядро, и его состав и прочее предсказано соответствующей величиной и соответствующим периодом вращения. К огромному счастью, наши работы были замечены, и чуть коротко я скажу, в чем дело. Перед вами самое главное, что вы хотите знать о Луне. Все геопитические параметры здесь выложены, согласованы с публикациями, которые идут более 50 лет. Что, наверное, хочется отметить. Состав Луны очень близок к составу внутреннего строения Земли. Почему? Чуть короче, позже отвечу, почему это именно так. Второе. Все зависимости, которые есть, примерно такого же порядка, такой же монотонности, но ключевые значения меньше. Если на Земле температура в центре Земли достигает порядка 5-6 тысяч градусов, то на Луне это только 2 тысячи градусов. Это вы можете видеть по температуре, которая вот здесь дана. Если плотность или давление на Земле мы измеряем, так сказать, огромную величину, то здесь всего 50 килобарр. То есть не очень большое давление для такого тела. Но остальные характеристики, они здесь получены. И самое главное, что хотел бы обратить ваше внимание, это разброс высот на Луне. Как вы думаете, кто первый подсчитает, каков разброс высот на Луне? На Земле известна Джамалунгма, 8800, в паде на Марианское, минус где-то 9 километров. А какой разброс здесь, если вы посмотрите внимательно на эту топографическую карту и ее решили? Кто первый ответил специальный буклет, только что вышедший из типографии? Кто-нибудь подсчитал, посмотрели, хорошо видно или не видно? Примерно, с точностью до... Ответ простой. Разность высот точно такая же, как на Земле. 20 километров. Фантастика. Круглая Луна, ничего нет. Спокойно, умершая, давно затухшая и все прочее. Ничего подобного. Структура ее жизни была очень близко как-то связана с Землей. Эволюция Земли, раз они входят в одну систему. Ну, здесь еще показаны, так сказать, разные детали, которые мы получаем данные уже в ежедневном и в ежегодном режиме. Чуть позднее я расскажу. Кто поддержал с помощью совершенно другого канала анализа, сейсмических данных, наше предположение, что у Луны есть жидкое твердое ядро. Никто не верил. У таких маленьких тел не может быть никакого жидка, они давно замерзли и все застыло. Оказывается, это замечательно Рене Вебер, публикация 2011 года, которая взялась сейсмические данные с помощью сейсмометров, оставленных американцами в трех точках, и проанализировалась заново. Современная 3D-томография таких сейсмических событий четко выделена. Это первый скачок, который был очень важен, когда теоретические исследования подтвердили исследования другими методами, небесно-механические или чисто геологические сейсмические данные. Следующий рекорд, конечно, был поставлен, это Мария Зубер, руководитель проекта ГРЭЛ, исследование лунного поля Луны, ГРЭЛ, получила наиточнейшие, лучшие точности гравитационных аномалий на Луне, чем на Земле. Нет препятствий, нет атмосферы, летают спутники, размер не такой большой, и выявили все аномалии. Наиболее популярные, вы, наверное, в буклете этого уже прочитали, это так называемая аномалия в лавовых кратерах, соответственно. Как называются такие аномалии, кто дочитал? Гравитационные аномалии. Есть такое? На первой страничке гравитационной аномалии. Как? Гигантский удар. Гигантский удар нет, это процесс, механизм. А само образование? Никто не нашел. Реголит от хакара, другое название. Еще? Не успели. Ладно, оставим этот вопрос до конца, двигаемся дальше. Кристаллическая структура Луны после данных Грейла, с великолепными данными по сейсмейке, геологии и данных, может было восстановить четко кору Луны. Сюрприз. Если до исследования Грейла... А, плохо слышно? Если до исследования спутика Грейла считали, что кора очень толстая, невероятно толстая, чем на Земле, то после этого стало все на свои места. Кора на Луне такой же толщины, как и на Земле. Поразительно прочее. Аномалии, которые есть, более сильные, наблюдавшие, так сказать, на Земле, есть и на Луне. Почти родные сестры. Земля и Луна. Почти родные сестры. Здесь есть масштаб, то есть наибольшая толщина коры на обратной стороне 60 километров, на видимой стороне порядка 40 километров. Важнейшая характеристика для геологического освоения Луны – это знание ее пористости. Те наблюдательные данные со спутников и непосредственно было использовано для того, чтобы определить пористость Земли. И она лежит в тех же диапазонах, как примерно на Земле. То есть ничего особенного нового, хотя нет движения плит, нет основных процессов, которые управляют Землей. Но соотношения примерно точно такие же. В районе, так сказать, 6 до 20 градусов. Это дает нам возможность, мощную информацию, применить все методы, которые известны для георазведки на Земле, применить на Луне. Чтобы применить все методы земных методов исследований на Луне. Она не очень ясна и нет шкалы, но я хочу сказать, сейчас уже почти все готово, чтобы исследовать Луну. Последние достижения последних 3-5 лет, в которых стоит остановиться. Все остальное вы можете прочитать в буклете, и это не будет большой новостью. Это китайская миссия Чанг-Е. Это покровительница Луны Чанг-Е. Чанг-Е. 3-4. Локация посадки. Очень быстро. Согласно объявленному графику, все время проходили полеты. Проходили посадки и без всяких срывов. То, что мы имеем, это карта, на которой это происходило, посадки. Все спутники, которые летают, а их летает 4-5 спутников, все время снимают поверхность. Поэтому на самый главный вопрос, который я жду от аудитории. Были ли американцы на Луне? Не были ли американцы на Луне? Ну, хоть один. Молодцы. Обычно в других аудиториях, не столь просвещенных, сточатся да наоборот. И первый вопрос всегда были на американцах. Значит, все отслежено, все их шаги, весь мусор. Все, все, как это отслежено, где мусор лежит. Все отслежено и все снято. Поэтому никаких загадок здесь нет. Следующий это сказать. Кора. Уже реальная кора на глубине 50-300 метров. Радары, георадары, которые используются на Земле, везде, всегда. Это применено на двух таких посадочных модулях китайской миссии. И просвечено до глубины 400 метров, и сейчас даже более глубоко. Структура такая же. Построение коры точно такое же, как на Земле. Поэтому наши геологи Казанского федерального университета готовы, если они там окажутся, провести необходимое моделирование и сообщить, где лежит самое-самое главное, самое ценное, которое может нас заинтересовать. Чанг-4. Это вообще фантастическое. Американцы умерли. Мы тоже почти, так сказать, в нокауте были. Почему? Американцы были. 6 миссий, 12 человек. Все истоптали, оставили. Все видели. Мы тоже сажали, привезли год. А они оказались... Как? Царь горы. Почему? А потому что Луна все время обращена одной стороной. Поэтому все миссии и все посадочные модули были только на видимой стороне Луны. Почему? А потому что нужна связь. Непрерывная, так сказать, связь, чтобы руководить, подсказывать и так далее. Так вот, Чанг-4 посадил свой ландер и запустил свой ровер, ну, луноход по-нашему, два, на обратной стороне Луны. Невидимый стороне Луны, и получил фантастические результаты совершенно. Это действительно впервые, и они это добились, и это общепризненно совершенно вещь, которую они сделали. Что же, так сказать, там такого было? Радар просветил строение Луны на 40 метров и глубже. И самое главное здесь на английском языке, ну, коротко, речь идет о том, что слои, их размеры указаны, какой величины, то есть легко переводят. Ну, английский язык по одной причине здесь представлен. Мои соавторы, китайские коллеги, не знают русский язык, и поэтому этикет требует международный язык, то есть английский. И не русский, и не китайский в этой ситуации. Поэтому, так сказать, чтобы они видели, одобряли, могли прочитать на английском языке. Самое главное, пожалуй, здесь вот китайские коллеги сделали следующее. Подтвердили наше представление, что кора простая, ясная и никуда, так сказать, не денется. Чанг Е5. Что здесь? Здесь, конечно, фантастика, произошла все ожидания. Луну изучаем уже даже приватным образом, то есть посещением 50 лет. И сложилось мнение, как она устроена. И вдруг, из новой зоны, которая вот здесь показана, покажу, вот эта новая зона, все точки остальные, это зона посадки луноходов наших и американцев, а это вот новая зона, лава, молодая зона, молодое образование, оказывается, состоит из экзотической материи, которую никто не ожидал. И эта экзотическая материя по своей количеству материала, который был забран, составляет 10%. Совершенно экзотически. Фотографии есть в интернете, если кто-то заинтересует, может набрать Чанг Е5 и узнать более подробную информацию. Следующее, что выяснилось. Привезенные образцы китайцами, килограмм 700. И вот, конечно, они, как настоящие ученые, дали своим институтам проанализировать грунт, который был произведен, и который произвел соответствующий фурор. Грунт этот оказался тем самым замечательным, кроме обычного состава, что его возраст был только 2 миллиарда лет. Это не очень удивительно. Но лавовые потоки, которые там четко показывают, что было извержение. Извержение, которое образовали этот реголит на поверхности Луны. И этот реголит молодой. Стандартное представление, основанное на тех образцах, которые привезли американцы из более западной зоны. Мы говорили, что возраст всех образований кратерного типа или вулканического типа 3 миллиарда лет. И вдруг 1 миллиард лет новые совершенно данные, которые показывают, что Луна жива. И еще нам покажет и представит много загадок. Большущий вопрос у всех. Сейчас прошел ряд конференций по этому вопросу. Никто не знает ответы. Некие гипотезы есть и первые расчеты делаются. Как это может быть? Почему такая активность на Луне сохранилась дольше, чем 3 миллиарда лет назад? 2 миллиарда лет назад. И плюс состав. Следующее, конечно, что хочется. Это наше объяснение, основанное на публикациях Михаила Ефроимского, нашего соотечественника, который работает сейчас в Америке уже давно. Что очень важно, какая внутренняя структура Луны. И это сказывается на выделении тепла за счет так называемого эффекта дифференциального вращения разных слоев. Есть слои на границах разной скорости вращения, и значит трение, и значит тепло. И вот первую гипотезу, которую я нашел и начал, основываясь на этих публикациях, пропагандировать, нашла отклик. Действительно, сейчас начали внимательно исследовать, как вела себя Луна 2 миллиарда лет назад. Была ли она уже спокойненькой, замерзшей, или она вулканизировала? Ответ. Вулканизировала 100%, потому что видим. Источник не знаем. Следующая, Нобелевская премия и прочее, будет зато, как объяснить поведение нашей соседки на таких больших... Ну и тема, которая была заявлена под конец, тут все понятно, exploration of the moon. Зачем нам нужна Луна, кроме спортивного, то есть научного интереса? И я коротко расскажу, что мне впадают в какие-то значения. Значит, американцы были на Луне, все понятно, доказано, привезли все. Современные что? Цели. Первая цель – найти воду. Вода нужна для того, чтобы из этой воды сотворить топливо или минералы, содержащие большую часть воды. H2O или так. Чтобы вывозить оттуда груз, а полезные скобаймы там есть, они очень дорогие, кончаются на земле, нужно топливо. Тащить его с земли и потом в обратную, никакой ракеты мы не сможем, чтобы вернуть обратно большой груз, чтобы было коммерчески выгодно это делать. Значит, первая задача – создавать топливо на поверхности Луны из того, что наиболее распространено. Для этого лучше всего подходит вода в чистом виде, в виде льда или, так сказать, минералов, которые ходят. По этой причине все внимание сейчас для исследований Луны обращается именно на поиск воды. Где он оказался больше всего? Точно, на полюсах. На каком? Больше всего в 10 раз больше на южном. И это тоже загадка. Симметрия почти одинаковая. Ну, какая разница? Северный полюс, южный полюс, как он у нас называется? Оказывается, нет. Хорошо. Ну, план стратегически рассказывать не буду. Здесь вы читаете, наверное, хорошо. Видите, что вода приоритетом является, кислород является, энергия источника. И возможность строить какие-то небольшие жилища, чтобы защититься от... Ну, я тоже не буду, наверное, пересказывать, эта табличка есть. Если кому-то понадобится этот слайд, сообщите мне. Визитная карточка, и мой адрес будет. Дальше начинаются картинки сравнения минеральных составов лунного реголита с земным. Еще раз доказывается, что все действительно, что на Земле, то и на Луне. Почему так произошло? Я пропустил один из слайдов, который говорит, что она образовалась в стандартной теории, когда что-то большое с размером Марса столкнулось с протоземлей. Часть вещества распылилась после этого толкновения, часть перемешалась с земными недрами. И в результате, поэтому Луна, которая образовалась из этих остатков отвергнутых, оказалась в таком же составе, как на Земле. Поэтому в этом смысле наши геологи и геологи Казанского готовы исследовать эти области для того, чтобы применить свои методы исследований. Что было самое важное и сделано в последнее время, буквально два месяца назад? Сделано было следующее. Оценено количество воды очень точно. Порядка 8 квадриллионов килограмм. А до этого была прямо противоположная точка зрения, что на Луне нет никакой воды. Что все давно испарилось. Что все было отдано, она не могла удержать свою атмосферу, и поэтому все ушло непонятно. Современные данные говорят, что это не так. Так. Локальная. Где спрятаться на Луне от жуткого, страшного космического излучения и бурь на Солнце? Ответ. Пещеры. Более 200 пещер уже существует. Достаточно глубокие, по 30-50 метров, дверяющиеся на длительное расстояние. Поэтому образование такой коры было очень похоже на Земле. Но у нас там еще плиты были, а здесь плит нет. Поэтому остались четкие следы, которые были 3-4 миллиарда лет назад. И если мы это используем, то надо, конечно, это изучать и провести, так сказать, полную съемку именно там, где мы можем долго защищаться и долго бодрствовать и работать на Луне. В противном случае, не больше двух недель, получите дозу облучения ничем незащищенную, скафандр не защищает и вынуждены будете покинуть. То есть коммерческий проект не пройдет, если будет такой, я не знаю. Ну, в этом показано несколько вариантов, более 200. И на видимой стороне Луни больше, так как лавовые потоки, лавовые моря, океаны, так называемые, бурные, были на видимой стороне Луни. И это тоже одна из загадок совершенно. Непонятно, почему видимая сторона лавовы, то есть вулканическая активная, а вторая, горная, никаких подчисленных ледов нет об этом. Последнее что? Хорошо, рядышком... Мне нужно говорить громче или слышно? Слышно, да? Естественно. А если нет рядышком пещеры, где я могу, становив экспедицию, упаковав, составив замечательный бизнес-план, что делать? Ответ – строить жилье. Но как строить? Огромные арки домов, балки, фундамент вести отсюда? Нет. Поэтому современный подход такой. Надо освоить 3D принтер технологии, 3D печати. И из реголита великолепный материал проверено для того, чтобы создавать блоки и строить дома. Сами эти блоки могут не защитить, но если их еще накрыть метр-полтора реголитом, то есть, по сути, утопить ее в плане, то они вполне защищают от космического излучения. И тогда можно производить бизнес-проекты, деятельность, долго находиться на Луне и все остальное прочее. Ну и самое главное. Конечно, не буду говорить про ту версию, которую предлагает Маск, что надо полететь с Луны на Марс, и поэтому нам надо осваивать Луну. Разумные, конечно, идеи, но пока не просчитаны и не очень понятны. Выгодно это так, что надо много топлива, надо долго лететь на Марс, поэтому давайте промежуточную базу сделаем на Луне. Или на станции, летающие вокруг Луны, постоянно аналогично, как на Земле совершенно. Скажу другой аспект этой проблемы интересной. Это редкоземельные элементы, которые кончаются. Здесь коротко дается, кто входит в этот пул редкоземельных, как они расположены. Как видно, у нас не очень их много. Больше всех Китай, 82%, определенного типа, конечно, редкоземельных элементов, разбросанных. Ну и цены, которые, так сказать, могут они представлять. Вот здесь цена проставлена для того, что если бы мы поймали астероид, его захомутали и привезли на Землю. Но сопоставимые цены, то есть цены от такого поиска элементов и привозки их на Землю для нашей микроэлектроники, нашей промышленности, нашего удобства, будут еще сейчас триллионными. И прогноз бизнеса общества, кто будет первый триллионер на Земле. Сейчас речь идет примерно о 300 миллиардов долларов. Лучше это сказать. Тот, кто привезет грунт с Луны, исчезает то, что для электроника может остановиться, а там эта концентрация на порядок больше, лежит рядышком, там нет никаких глубоких шаг, не надо, потому что все на поверхности, там не было вулканического движения плиты. Поэтому оправданное вложение, кто будет делать. Более того, я вам что-то скажу, вот дается схема, НАСА провела конкурс, отобрала 14, нет, около 20 компаний, которые она просит производить деятельность согласно вот этому списку. Перечислять не буду. Это то, что интересует. А чем заинтересовать НАСА своих бизнесменов, миллиардеров? Ответ очень простой, но очень мудрый. Последняя строчка говорит о том, НАСА говорит, мы вас обеспечим навигацией, вы построите свои корабли, ускорители, но мы вам обеспечим навигацию и снабдим геологической информацией, которая вам поможет это найти. Но за это, когда вы будете выбирать эти редкоземельные элементы, привозите еще и грунт из того места, где вы будете. И мы у вас будем покупать этот грунт по смешной цене. Какая смешная цена? Здесь написано. До 5 килограмм. Ну, в общем, за 1 килограмм предлагается 5000 долларов. 1 килограмм лунного грунта 55 тысяч долларов. То есть чисто символически. Но тогда взаимно выгодное содержание. Навигационная система, наблюдение, связь обеспечивает НАСА. А бизнесмены, которые не имеют отношения, но хотят заработать на привозке грунта, продают по существенно сниженной цене тот грунт, тот щебень, который очищаться будет окончательно, конечно, не земле, а не редкоземельных элементов. Хорошо. Последнее. Российская миссия огорчает. Восьмой раз так называемая Луна-25 предыдущий цикл 50 лет назад 24 спутника летал. До сих пор не запущен. И неизвестно, когда будет запущен. К сожалению, началось проявляться действие санкций. Пока. И поэтому не можем. Так называемая Луна-25 ландер на южный полюс Луны, самая горячая точка, которую сейчас все хотят исследовать. И все хотят оттуда привезти что-то полезное. Пока продвижение не очень. А планы большие и совместно с китайскими коллегами можем. Где, куда лететь? Ответ простой. Как вы думаете, после того, что я рассказал, куда все полетят? На южный полюс. Почему? Вода, потому что там почти открытая, в кратерах собрана, не появляется там свет, и поэтому она сохраняется, многие-таки свет. Ну, также у нас есть проект, в котором участвует Россия очень активно. Это радиоастрономический проект для определения точного положения основных элементов на поверхности Луны. И баз, и все остальное. Ну, коротко этим мы тоже занимаемся. Фундаментальная наука. Получит ли что-нибудь она? Бизнесмены получат. И вернут свои дивиденды вложенные. Получит ли что-нибудь фундаментальное? Получит. Где на Луне фундаментальная наука может что-нибудь получить научные факты нобелевского уровня? Не расслышим музыку? Обратная сторона Луны. Потому что наша Земля так забита радиочастотами и всем прочим, что никакой слабый сигнал от далеких галактик не получится. Единственное место, где ей обратная сторона Луны. Там нету никакого шума идущего в Земле. Вот ответ простой. Последнее. Цель и задачи среднего лунного реголита этапа легче прочитать. Они кажутся довольно очевидны. Первый пункт это первичное вещество Солнечной системы в лунном реголите. Нас это очень интересует и это дает нам возможность представления о всей Вселенной и о ближайших галактиках. Это поиск космического вещества метеорита в пыли на поверхности Луны. Здесь его трудно отделить и трудно искать. Он исчезает довольно быстро. Третье. Летучие элементы где они расположены это задача геологов и поэтому я думаю что это тоже. Но остальное там понятно лава и пещеры и все. Разработана программа создана рабочая группа с Геохией и с Институтом космических исследований по разработке этой темы чтобы казанские ученые казанские геологи математики физики могли принять участие в освоении Луны. Конкретно привязывать к конкретным полетам и конкретным программам действия. Ну немножко реклама самая последняя Казанский институт геологии работает очень со многими известными это у него международная прекрасная активность обмена университет приходите и это будет интересно. Последний задор если вы проголосуете то я буду о вашем общественном мнении возьмем обязательство чтобы казанские геологи были на Луне в ближайшие 10 лет есть кто против нет хорошо но последнее не очень важно спасибо за внимание спасибо спасибо Субтитры подогнал «Симон»